Очередной трагический случай в армии. Военнослужащего лейтенанта обнаружили повешенным в собственном доме воегозе. По предварительной версии он совершил суицид. Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Это уже четвертый случай гибели военного с начала сентября. В СЦК прошел брифинг Минобороны, на котором рассказали о наиболее частых причинах гибели военных и что намерены изменить в армии. Далее Насипова расскажет подробности. Гибель солдат срочной службы, офицеров, студентов военных учебных заведений в мирное время вызывает негодование у граждан. Не так давно активисты запустили петицию за отмену воинской службы. По данным военной прокуратуры, за три года умерли более 250 военнослужащих. Последний случай произошел в воягозе, где повешенном в квартире нашли 26-летнего лейтенанта. По словам начальника департамента Министерства обороны, парень занимал должность в финансовой службе. То, что произошло сегодня в воягузском гарнизоне, да, этот факт имел место. Военнослужащий, он по призыву на два года, офицер призван. 6 сентября он зачислен в списке части. Был на должности финансовой службы, не связанной с полевыми выходами. Все компенсации с переездом, все деньги получил. То есть тут сегодня, вчера, буквально по последним сентября он разговаривал с отцом. Жалобы никакие на условия несения службы не предъявлялись. Кредиты и лудомания – это проблемы, с которыми сегодня молодые люди уже приходят в армию, утверждают представители Минобороны. Только у солдат-срочников сейчас приостановлены займы на 2 миллиарда тенге. При этом встречаются и факты вымогательства денег. Но по словам военного руководства, они жестко пресекаются. Да, действительно, один офицер брал у солдата 3 тысячи тенге. За это он сейчас находится в следственном изоляторе. Ведется следствие. Следствие подтвердить, значит, он понесет наказание согласно закону Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Министерстве обороны намерены выявлять и отсеивать молодых людей, склонных к суициду, до их попадания в вооруженные силы. С этой целью подписаны меморандумы с кафедрой психиатрии и клинической психологии Университета Туран, а также с ассоциацией когнитивно-поведенческой терапии. Далее Насипова, Нурлан Утигенов, Достан, Темарбекула, телеканал Алматы, Астана.